«Сыщик» посвящается Антону Павловичу Чехову. Примечание. В предисловии к сборнику «Святочная книжка» Амфитеатров сообщал, рассказ «Сыщик» был издан ранее в приспособлении для народа, известную фирмой «Посредник», и в том же виде был перепечатан в сборнике «Моем сон и явь». Здесь я помещаю его в первоначальной редакции, как появился он когда-то в тифлистском новом обозрении Николадзе. В сборнике «Сон и явь. Москва. 1893» входил в раздел «Святой вечер». Был включен также в сборник «Случайные рассказы. Санкт-Петербург. 1890 год». Печатается по изданию Амфитеатров «Святочная книжка. Санкт-Петербург. 1902 год». Рассказ посвящен Антону Павловичу Чехову, с которым Амфитеатров работал в юмористическом журнале «Будильник» в начале 80-х годов. «Толейран Шарль Морис. 1754-1838 годы. Французский дипломат и государственный деятель, один из выдающихся представителей классической дипломатии». Метерних Клеменс Мануэль Лотар. 1773-1859 годы. Австрийский государственный деятель и дипломат. Вечером в Сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда, бывало, он, неподвижный, задумчивый, стоит в своей любимой позе, прислонившись спиною к стене и сложив руки на груди, мне всякий раз так и вспомнится статуя Командора. Эдкая громадная, словно из камня, вытесненная могучая фигура. Думаешь, вот тронется с места этот гигант, тот стук пойдет от его на жищ, непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной упоходкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. Я никогда не видал, чтоб он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе, как вьюн, и в то время, как мне приходилось раз десять сказать и самому выслушать виноват, Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент, Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из пяти человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к Буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери, и, оторопевший от неожиданности силач, кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям. — Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь! — воскликнул я. — Что ж хвастаться-то! — спокойно ответил Петров. — Андрей Иванович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика, но на этот счет он был крайне скрытен, на прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Талейран и Метерних вместе взятые. Я обратился с расспросами к приятелю, рекомендовавшему мне Петрова. Тот сердито поморщился, охота тебе лезть не в свое дело. — Андрей Иванович, хорошо тебе служит? — Лучше не надо. — Так чего ж тебе еще? — Но послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того в некотором роде пятно? — А хоть бы и пятно? Что тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного, малого. По крайней мере, скажи вот что, он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки, он, храни бог, не социалист? Мой приятель оглушительно захохотал. — Ой, пощади! Уморил, убил! — кричал он, захлебываясь от смеха. — Андрей Иванович, социалист? Попал же ты пальцем в небо! Любопытство мое было напряжено в высшей степени, и, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза, замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, и спокойно сказал, «Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу, и я часто имел из-за этого большие неприятности». «Но раз вы требуете, так извольте», — продолжил Петров. «Я был сыщиком, а затем, если вам это не нравится, можете меня уволить, претендовать на вас я, конечно, не вправе». «Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист». Мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась, ударили ко всеночной. Петров перекрестился, раньше я не замечал за ним особенной набожности, а потому немного удивился. Он заметил, «Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно, знаете, точно, к религии я не очень привержен. Жизнь-то тебя треплет-треплет, за куском-то гонишься-гонишься, поневоле озвереешь душой, а все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь, особенно вот благовест. Эх, если б вы знали, как он выручил меня из беды десять лет тому назад. Хотите, расскажу?» «Пожалуйста, извольте слушать. В 1870 году я был причислен к М-скому полицейскому составу, заведовал нами полковник Зет. Я был у него на отличном замечании, и мне поручались только крупные и трудные поимки. Появился в М-1 Громила, звали его Федором, а по острожной кличке — чеченцем, так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий, горячий и был необыкновенно быстр на руку. В М он работал не один, а с компанией таких же молодцов, как он сам, и работал чисто. Нынче взлом здесь, завтра грабеж там. Ужас, что творилось! Убивать, однако, не убивали. Мало-помалу вся честная компания была перехватана, остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне. У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера первым делом не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами, значит, ничего не стоило. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступника, и так бывало надоемы им обысками, что, оберегаючи свою шкуру, а не родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму, да и оставлю, как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда, везде ему отказ. Нет приюта, придет в мое намеченное местечко. Милости просим, прячься сколько хочешь, здесь тебя и не думали искать. А я и тут, как тут с городовыми. Вот такими-то именно способами гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться, но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище, и с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, ссапал его за шиворот. Но чеченец не срабел, схватил Фролова закладкой по темени и, поминай, как звали, словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться, кроме как к Евгении. Жила поблизости одна такая старуха, имела собственный домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а не пойман не вор. Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли. Однако мое убеждение не поколебалось. Так вот и говорит мне тайный голос. Здесь чеченец, здесь. Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из своих молодцов исподволь следить за торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мной у фролов Андрей Иванович, штука! Помните караулку у Евгеньенных ворот? Ну? Старуха говорила, будто там никто не живет, что она и развалившаяся, и такая сякая. Да ведь и правда, что развалюха. Мы ее осматривали. Где там спрятаться человеку? А вот подите ж! Я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек, словно кто-нибудь спичку зажег. Ты не врешь? Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым, а сам побег донести вам? Я повторил обыск. В караулке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где? Четыре стены да печка. Вот вам и вся караулка. В сверчка, что ли, обратился он, разбойник? И вдруг вспала мне на ум одна мысль. Я оставил Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу. Позади караулки, помойка. Между помойкой и соседским Брандмауэром валяются две доски. Меня взяло сомнение. Зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею яма. Эхе! Пощупал ногой глубоко. Так и есть. Из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто у ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму ощупываю великали, где ход в караулку. Вдруг земля подо мной осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано редно, а на этом редне сидит на корточках человек и целит в меня из двухствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояния, и ружье чуть не упирается мне в грудь. В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод, но сунуть рук в карман — это момент направить Дулу на разбойника другой, а у него уж и прицел сделан, и курки взведены, остается только палить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну хорошо, закричу я. А он сейчас же и ухлопает меня. Да взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще шесть выстрелов. На всю мою команду хватит. Словом, как не верьте, все в черепочке смерть. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало, да злости горько, чего ж еще Федька ломается, тянет время, зачем мне стреляет. А всего-то, понятное дело, много-много секунды, две-три промелькнуло с тех пор, что я провалился в подкоп. Чеченец молчит, я молчу. Ни молиться, ни просить, ни хотя бы ругать его каналью перед смертью, ни на что нет охоты. Так одно только в уме. Сейчас он меня пришибет, пришибет, пришибет. И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол, стал быть, началась всеночная. У меня рука сама поднялась на крестное знаменье. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий, я глазам не верю, побелел Федька, как полотно, губы трясутся, на глазах слезы. Христос шепчет, Христос родился, да с этим словом как швырнет ружье на пол, вяжи, говорит. А у меня револьвер будто сам собой очутился в руке, и Федька стал совсем в моей власти. Андрей Иванович замолчал и задумался. Что ж, вы, конечно, арестовали его, поинтересовался я. Андрей Иванович встрепенулся и, как мне показалось, взглянул на меня с некоторым негодованием. Ну, Шиполит Яковлевич, сказал он недовольным голосом, каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так, помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердствовал. А я ему сейчас же и руки за лопатки. Что греха таить, было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку, повалить и позвать своих молодцов. Но вижу, стоит он и крестится, а слезы так и бегут по щекам, бормочет, Христос родился, а мы-то, мы-то что делаем? Господи, в такой праздник чуть не убил человека. Что-то стиснуло мне сердце, себя не помню, показываю чеченцу, на его лаз и шепчу, уходи, пока цел, сзади караулки цепь не расставлена. Он было широко открыл глаза, шагнул ко мне, а я рукою машу, все показываю ему на лаз, как бросился он из погреба, только я его и видел. Вышел я на свет Божий, зову Фролова. Смотри-ка, говорю, какова яма. Он так и обомлел, шепчет мне, непременно тут, под караулкой есть подполье, это Федькина нора. А ну, зови наших, посмотрим. Спустились мы в погреб уже вчетвером, нашли ружье, лампу, редно, только Федьки не было. Эх, говорю, ребята, видно, не наше счастье, была здесь птица, да улетела. Тем временем подоспел участковый, составили протокол, Евгению арестовали, уж не помню, чем кончилось ее дело. А что стало с Федькой, спросил я. Не могу вам сказать, задумчиво ответил Петров, разводя руками. Вем, он больше не показывался. Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку, с лица, с перерезанным горлом, но он ли это был или другой, и от кого он погиб, ничего не знаю. Я в это время уже собирался оставить службу, и мало ею интересовался. Да, наверное, он, ихний брат, всегда так кончает. Прокопий Примечание Рассказ написан в 1890 году, включен в сборник «Сон и Явь», раздел «Святой вечер», «Мифы жизни», раздел «Русь». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни», собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. В основе рассказа некоторые эпизоды сжития святого Прокопия Устюжского умер в 1303 году. Сын богатых родителей, прибыв в Новгород по торговым делам, пленился красотой у храмов, постригся выноки хутанья монастыря и стал юродствовать, зимой без одежды, претерпевая издевательства, дошел до Устюга Великого, где поселился в убогой хижине и стал обличать пороки, угрожая гневом Божьим. Андрей Критский около 660-740 годы, византийский церковный поэт, создатель жанра гимнографии канона. Аналой в церкви специальная подставка, на которую кладутся богослужебные книги. Святая София, главный собор в Новгороде, 1045-1050 годы, аксамит, устная, бархат, дорогая шелковая ткань. Басурманское низовье, имеется в виду Астраханское ханство, расположенное в нижнем течении Волги. Мстислав, речь идет о Мстиславе Мстиславовиче Тарапецком, прозванном удалым, ставшим новгородским князем в 1210 году. Глава первая. Жил-был в стародавние времена некий человек по имени Прокопий. Жил он в новгородской земле, в лесной глуши на краю обширного болота. От леса к болоту падал невысокий глинистый яр. В яру Прокопий вырыл пещеру и укрылся в ней на подвиг. Прошло десять лет, и во все десять лет Прокопий не видал человеческого лица. Людей на Руси было в то время немного, а лес окружал отшельника великий. Болотная топь была непроходима от ранней весны до поздней осени. Зимой уже, хотя и можно было перебежать на лыжах замерзшую трясину, да было некому и незачем. Тяжелые были зимы в лесу, зверьё донимало отшельника, морозными ночами в яру и над яром выли тысячи голодных голосов, иногда таких ужасных и унылых, что Прокопий слушал и крестился, недоумевая. Отощалые или волки это стонут, или злобятся и неистовствуют нечистые духи дремучего леса, выживая из матери пустыни, его, смиренного служителя Вышнего Бога. Каждый вечер, чуть падали сумерки, Прокопий спешил задвинуть дверцу своей землянки тяжёлыми засовами, да ещё приваливал к ней огромные камни и дубовые чурбаны. Потому что не раз, в то время, как он, стоя на провиле, коленопреклоненный, в лосинице и веригах читал покаянный канон Андрея Критского, за стенами землянки фыркал, рычал и царапался в дверь матёрый медведь. И Прокопий со вздохом оставлял чётки, поднимался с рассыпанных перед налоем мелких голышей, на которые, читая молитвы, становился он голыми коленами и брал в руки топор или дубину. Бес искушал Прокопия, пугал его воплем, дикими видениями, представлялся ему то змеем, то эфиопом. Не раз пустынник слышал, как леший хохотал и плескал руками над яром, не раз и видал, как он головою вровень с высокими дубами бродил по своему зелёному царству. Когда туман вставал от болота и расползался по лесу серебримой луною, из-под его прозрачной дымки улыбались пустыннику и сверкали на него изумрудными очами русалки, бледные девы с молочным телом, зелёными волосами и томным взором изумрудных очей. Однажды бес явился к Прокопию. У самой землянки его в самом пагубном своём виде во образе красивой молодицы. Дьяволица притворялась, будто она вне себя от страха, стонала и плакала, грибов, вишь ты, вышла она искать с утра да потеряла дорогу, леший её обошёл, куда идти не знает, всюду лисище. Но Прокопий прозрел дьявольское искушение, перекрестился и ударом на отмашь столкнул бесовскую прелестницу с вершины яров болота, где нечистый и утоп, застонав, как человек в беде смертной. Ещё больше, чем призраками и видениями смущал Прокопий бессуетными мыслями, иной раз отшельника начинало тянуть в мир, воображение разгоралось огнём, и вот вставала в памяти Прокопия шумная новгородская вече, волхов, святая София, тысячи народа, брань, звон оружия, распалённые задором лица, гул набата, трупы, брошенные с высоких мостов в никогда не замерзающие волховские волны. Вставало в памяти и море, покрытое кораблями, пёстрые вымпелы, пузатые паруса, кладовки, полные катками с жемчугом, кипами парчи и оксамита. Припоминались буйные ушкуйничьи набеги молодых лет, поволжье в пламени, кровь озером в вино рекою, пленные толстоногие мордовки и чувашинки в расшитых красную шерстью рубахах, невольничьи базары в басурманском низовье. Память дразнила и соблазняла, душа тосковала, возмущалась, злобствовала, бунтовалась, воля слабела, сомнения нападали. До того одолевал хитрый бес, что иногда Прокопий даже думал, а что есть ли молодица эта, которую я в трясине утопил, была не сатана и впрямь живая молодица? И от мысли этой нападал на него страх такой, что даже до трясения тела. Но подвижник знал, как надо бороться с опасными отголосками мирской суеты, если стояло летнее время, он уходил в болото и отдавал свою плоть на съедение комарам и мошкам до тех пор, пока не умолкал голос плоти. Зимой уже он открывал дверь своей кельи, ложился голым телом в сугроб, подставлял спину метели и морозу. Летом Прокопий собирал грибы и ягоды и, подобно векше, делал на зиму запасы орехов, желудей, сушеной кислицы. Хлеба он не имел и давно уже забыл вкус мяса. Не раз приходилось ему спорить с медведем за соты диких пчел. Воду Прокопий брал из болота. Вода была стоячая, ржавела в летние жары, и Прокопий болел от ее употребления. Зимою он утолял жажду талым снегом. Как-то раз Прокопию случилось найти в лесу большое городище, широкий майдан с валом, буграми, ямами. Посмотрел пустынник на майдан, на деревья, которые его зарастили, и подумал, дубы в два обхвата, каждому сто, двести лет, а ведь вот, когда-то здесь жили люди. Теперь же даже памяти не осталось, кто они были, откуда пришли, что с ними сталось, и люди думают, что этот лес вековечный, и что никогда не было в его дебрях человеческой ноги. Так пройдет когда-нибудь и великий Новгород, и слава о нем тоже исчезнет из мира, лес оденет его развалины, земля их прикроет и затянет зеленым дерном. И вот на его кладбище, как и здесь, звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, будет отдыхать ночное привидение, гнездится летучий змей с детенышами, коршуны повьют гнезда. Придет на это запустение человек и тоже будет удивляться, что это за остатки такие, какого они народа, какого забытого стародавнего века, подумал тоже Прокопий, там, где жили люди, должна быть хорошая вода. И, сделав щуп из орешника, стал пытать землю, воды не нашел, зато открыл клад, великую кучу золота и серебра в кожаном мехе. Нашел и оставил лежать в земле, потому что, считая золото и всякое богатство грехом и злом, не хотел к нему даже прикоснуться. Глава вторая зимним ранним утром Прокопий вышел из кельи, посмотрел на снег, испещренный следами зверей, и стал на молитву. Утро стояло ясное, морозное, с высоты яра, далеко было видно, по гладкому, как скатерть, болоту. И вот в его белой и блестящей как серебро дали показалась черная точка стала расти и выросла в громадного человека охотником с луком и колчаном. Прямо на Прокопия бежал он на узорчатых лыжах. Встретились они и изумились оба до того, что как бы они мели, Прокопий удивился, что видит человека в глуши, куда десять лет никто не заглядывал, кроме медведей и леших. Охотник изумился странному виду одичалого отшельника, его волосам и бороде, рубящую веригом. «Небес ли ты?» спросил Прокопий. «Нет», говорит охотник, и перекрестился. «Если небес, так кто же ты и зачем пожаловал в мою пустыньку?» говорит охотник, «Зовут меня Мстиславом». «Я князь на торопце». А ныне призвала меня святая София в Новгород чинить суд и расправу и оборонять ее от врагов. А попал я в твою пустыньку тем случаем, что вышел на звериный лов, промышляя Сахатова, был в немалой кручине, задумался, да за печалью и мыслями и потерял тропу. Обступил меня бор и пошел леший. Целые сутки блуждал я по чащам, пока не вышел к поляне и издали не зазрел тебя. Пропасть бы мне в лесу без покаяния, кабы не божья милость, да не теплый кожух. Прокопий накормил, обогрел, успокоил князя, а когда тот поотдохнул, указал ему путь дорогу, как выйти из леса. Говорил князь по пути, хорошо тебе в пустыне, старче, живешь ты в труде и молитве со спокойной душой, бог над тобою, ты под богом, вот и весь твой ответ. Не мир к тебе, не ты к миру, а мы в миру, как в котле кипим. Куда уж до святой жизни, хоть бы греха-то поменьше, тянут нас суетные дела и заботы на адское дно, как гири, привязанные к ногам, и на том свете похвалы нам не будет, и на сем радость невеликая. Прокопий ему на это сказал, разве ты такой грешный человек, не знаю, возразил князь, очень ли я грешный человек, а вот что я огорченный человек, это я знаю, чем же ты огорчен? Тем, что взял я за себя великий Новгород, тягу страшную, а силы мои слабы, и боюсь я, что не совладать мне, не управить святую Софию. Ты человек не старый, сильный и бодрый, заметил Прокопий, грех тебе унывать. Когда мне приходится бороться с силою человеческой, я и не унываю, смиренно ответствовал князь. Выйди-ка, святой отец, из леса, да послушай, по всей Руси идет слава, как я во славу святой Софии разгромил суздальцев. А теперь забрался к нам враг без костей мяса, ничего с ним не поделаешь. Какой же это враг? Голод по всей новгородской земле недород. Хлеба нету, была война, людишки поистратили животы, а после войны известное дело, ребят родится много, матери по селам воймя воют, сами сидят неевши, груди повысохли. Чем ребят кормить? Это за грехи, сказал Прокопий, известно за грехи, да все жаль, терпеть надо. И это верно ты говоришь, а жаль. И мне князю горше всех болеет мой народушка, пухнет, мрет, а гляди на эту напасть, сложа руки. Я князь небогатый, последнюю сорочку рад снять с себя и отдать своим огнищанам, но на сорочку много не искупишь и весь край не накормишь. А притч сорочки что есть у меня? Я всю жизнь езжу по русской земле из края в край, из города в город, куда зовут меня для суда и порядка, где уж было мне собирать казну. Сколько мог поддержал новгородцев своим зажитком, только он в их беду канул, как капля воды на пожар. А на большее нету моей силы. В таких разговорах прошли они дремучий лес. На опушке Прокопий благословил князя и расстался с ним. Князь побежал на лыжах к людям, к жилью, а пустынник поплелся обратно в свою одинокую келью в глушь к зверям и злым духам пустыни. Глава третья. Прокопий был человек бывалый. В миру он много видел и пережил вместе с господином Великим Новгородом. Между усобия, войны, моровую язву, несколько голодовок в те времена они были часто на Руси. Рассказал ему князь Мстислав про голодную беду, и вот застонало у него сердце от воспоминаний, и душа его стала неспокойна и неспособна к тихой мысли, бесстрастию и молитве. Огляделся Прокопий в своей келье. Бедно, убого, а все у него есть, и грибы сушеные, и мед, и орехи с голоду нельзя пропасть, а там за лесною опушкою пропадают. Князь говорит, болеет народушка, пухнет, помирает. Раздумался Прокопий. Все пуще и пуще, точно сумерками, окружали его сердобольные мысли печалью за новгородцев, и вскоре ему сделалось и стыдно, и нестерпимо сидеть в глуши, не разделяя участи своих погибающих земляков, не стараясь помочь им, хотя добрым словом, коли нечем больше. Подумал Прокопий нечем больше. И вдруг память его прояснилась, и он вспомнил о кладе, который нашел он по весне на лесном городище. Обрадовался Прокопий, достал из земли сокровище, наполнил золотом дорожную торбу и ушел из леса искать в Новгороде князя Мстислава Тарапецкого, чтобы заодно с ним породить родной земле в ее несчастье. Князь Мстислав очень изумился, когда увидал перед собою Прокопия, растрогался его даром и поклонился ему до земли. «Что я могу сделать для тебя в отплату за это? Ничего мне не надо, прощай», сказал Прокопий и хотел уйти, но Мстислав удержал его. «Ты святой человек достоин великой чести и худо будет мне, если я тебе не воздам ее перед всеми надвгородскими людьми. Завтра после обеден я велю созвонить вече и буду кланяться тебе на твоем добре». Прокопий возразил «Завтра великий праздник, Рождество Христа Спаса». Ему и кланяйся, а не мне, рабу смердящему грехами, и молю тебя, пусть никто не узнает вовеки, зачем я был у тебя и что тебе передал. Тайно пришел я в Новгород, тайно и уйду из него. Ты мирской человек, и лучше меня употребишь это золото, покупая хлеб, у иноземных купцов и наделяя им голодных, а я в пустыне буду молиться за тебя, как могу и верую. Князь сказал, «Отче, ты не хочешь остаться с нами? Не могу, отвык я от мира, дико и жутко мне в нем, и я людям страшен, и мне люди страшны. Останется, по крайней мере, до завтра, чтобы встретить с нами великий праздник». «Как проживешь ты такой день без божественной службы?» Прокопий омрачился и сказал, «Знай, князь, что я великий грешник, и на мне лежит эпитемья, недостоин я стоять ниже на паперте святой Софии». И сколько ни останавливал его князь Мстислав ушел. Когда он выходил из Новгорода, уже падали сумерки, и гул колоколов возвещал во все концы города славу рождающегося Христа. Прошло довольно времени, прежде чем Прокопий, оставя за собой новгородские предместья, добрел до первого после них людского поселка тихой придорожной деревушки. Прокопий устал и прозяб. Ночь лежала черная как сажа, небо без луны, с одними звездами, холодное и угрюмое. Прокопий не жалел, что, глядя на ночь, ушел из Новгорода от княжеской ласки, но невольно думал, что, если не найдет себе скорого ночлега, то ночь грозит ему большой бедой, а, пожалуй, и смертью, и мороз, и волос, и лютый человек страшнее и сильнее в ночную пору, чем при свете дня. Деревушка спала, ни блестки света не было в затянутых бычьими пузырями отдушенных, заменявших черным избом окна. Прокопий стучался в избы, но напрасно. «Конный или пеший?» спрашивали его неприветливые хозяева. «Пеший!» «Как же случилось, что ты в такой день опозднился в дороге?» недоверчиво возражали ему. «Должно быть, не с добром ты пришел к нам, ступай, постучись к соседям, а мы тебе не отворим». говорим». Соседи спрашивали Прокопия. «Что ты дашь нам, если мы пустим тебя на ночлег? У меня нет ничего, кроме рубища, что на мне надето. Значит, ты, бродяга, и нищий, проходи. Мы сами нищие, нас и без тебя довольно в избе». В других избах Прокопий не добился и такого ответа. Хозяева спали крепким сном и не слыхали стука и молений бесприютного путника. Высмотрев у одной избы высокое крыльцо с навесом, Прокопий решил переночевать под его ступеньками, чтобы хоть сколько-нибудь оградить себя от ночной стужи. Но под крыльцом на соломе спала громадная овчарка с щенятами. Она грозно зарычала на незваного гостя и, напав на Прокопия, лаяла на него рвала его рубище, кусала его икры до тех пор, пока не прогнала его далеко от деревушки в мрак и холод святочной ночи. Большая медведица с семью яркими, точно прозрачными звездами своими указала Прокопию, что еще много часов будет царить над землею холодная, неприветливая тьма и далеко-далеко до света. А мороз скрипчал. Ветер тихий до полуночи вырос и переменил направление, задул с севера. «Пропаду», решил Прокопий, «да будет воля Божия». И он лег на сток, закрыл глаза и стал читать себе отходную. Глава четвертая. Когда Прокопий открыл глаза, небо, недавно еще такое темное и угрюмое, было полно блеска. На севере пылало огненное пятно, и как лучи от солнца бежали от него к зениту белые, красные, зеленые столбы. Небо, казалось, трепетало от их быстрого бега, гнулось под их бесконечными переливами. Лучи менялись в них, набегая друг на друга, как волны в море, такие же спешие, зыбкие, непостоянные. Хотелось думать, что там, где совершается это явление, небо так же грохочет и стонет под световым буруном, как воет и ревет море, когда разгуляются в нем под ветром седые волны. Сполохи играют, подумал Прокопий, но в то время, как он посмотрел на небесное диво, ему почудилось, будто весь этот свет стал ближе к нему, будто столбы пламени вращаясь летят долу с высоты зенита, как громадные огненные птицы, и вот они уже близко и уже слепят его своим сиянием, и ему тепло от них, жарко даже. И то уже не столбы и не огненные птицы, то врата дивные, врата, каких нету ни в Киеве, ни в Новгородской Святой Софии, некие светоносные мужи стоят во вратах и манят к себе Прокопия ласковыми очами, и кто-то на незримых крылах несет его к ним. А там за вратами в пучине розовых лучей стоит некто, ни великий, ни малый, но все наполняющий собою, солнце сияет над его головой, звезды горят в его очах, месяц плывет под его стопами, и весь он таинственный любовь, жизнь и свет. Все вокруг него гремело хвалою, тьмы тем лиц, тьмы тем крыл купались в розовой пучине, тьмы тем голосов вопияли слава тебе, показавшему нам свет. И с воплем этим слился радостный вопль души, быстро полетевшей к небу из тела, что жалкое, темное, окоченелое лежало и стыло на снегу у большой новгородской дороги. Скиталец Примечание Рассказ был включен в сборники «Сон и Явь», раздел «Пассанаур», «Красивые сказки», раздел «Закавказье», «Мифы жизни», раздел «Горные письма». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни», собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. Пржевальский 1839-1888 годы. Русский путешественник, исследователь Центральной Азии, похоронен недалеко от озера Иссык-Куль. Яик, старое название реки Урал, с царевичем и Асафом по прекрасной матери пустыни, имеются в виду духовные стихи, особенно широко распространенные в среде раскольников. Бродя за кибиткой кочевой, искаженная цитата из песни цыганки «Мой костер в тумане светит» Якова Полонского, ставший популярным романсом. Я уже верст пять прошел в сторону от военно-грузинской дороги, легко подымаясь вверх по течению Чубурике, незначительного притока Арагвы. Это прелестная речонка, вода в ней светлая, как хрусталь, очень холодная, и мчится по ущелью с головокружительной быстротой, белая пена кусками оседает на громадных камнях, порогами низводящих русла кустью. На этих порогах Чубурике ревет, словно каждая капля ее несет в себе чью-то глубоко возмущенную и громко негодующую душу. Войдешь в воду, едва можно устоять на дне, ледяная струя так и валит с ног. Продираясь сквозь прибрежные орешники, я набрел на узкую тропинку. Она змейкой велась вверх по правой стене ущелья Чубурике. Я пошел по ней и вскоре очутился на каменистой проезжей дороге, когда-то не дурной, теперь совершенно заброшенной, местами разрушенной дождевыми потоками, закиданной камнями мелких обвалов и оползней. Я обрел по этому мертвому пути с полчаса, не встретив ни живой души, не имея у кого спросить «Садариск-за!» Куда дорога?» Наконец с досадой решил остановиться и улегся на отдых под тень какого-то куста, наклонившего ко мне кисти совсем еще зеленых, узких и мелких ягод. На этом месте застал меня человек, весьма странно одетый по здешним местам. На военно-грузинской дороге при фургоне еще куда не шло встретить такую фигуру, но в горах уже совсем необыкновенно. Высокие сапоги, штаны в голенище, какая-то желтая куртка вроде кителя, парусинный картуз, ранец за плечами. Фигура поклонилась. Русские будете? Да, русские. Присесть к вам позволите? Пожалуйста. Фигура расположилась рядом со мной, по рыжей бороде, носу картошкой и ласковым голубым глазам, а главное по певучему аконью в речи, я сразу узнал в пришельце своего брата москвича. Откуда и куда идете, спросил я. Издалека, господин, про Каракуль слыхали? Позвольте, это в Семереченской области. Теперь он Пржевальском называется с той поры, как Николая Михайловича Пржевальского там похоронили. Да ведь это ужасная даль, каким же способом вы путешествовали оттуда? По образу пешего хождения, а потом до узун ада по чугунке. Через Амударью чугунка идет. Чудная речка, инженеры ее мостом прикроют, вот какое мостище вытянут, не хуже Сызранского на Волге, видали? А она возьмет да песками и перекатит выше. Инженеры ее опять мостом хлоп, а она от них опять в сторону верть, потом в боку на пароходе, а Тифлиса опять пешком. Что же вы делали в Каракуле? Как вам сказать? Я туда так пошел без надобности, наорали был, оттуда недалече, поклонился могилке Николая Михайловича, да и ушел. Вы знали его что ли? Пржевальского то? Знал малость. В Питере, когда он собирался в последнюю экспедицию, я просился к нему, не взял. Богатырь был мужчина, большого характера господин, не взял он меня больше потому, что я к вину привержен. Так не пью, а по временам на меня запой находит, бесчувственно пью, ни к какому делу тогда не пригоден. А то сам говорил, ка бы не твоя слабость, я, Сергей Иванович, с тобой не расстался бы, ишь, у тебя лапы какие, медведя задушишь, да и ходок. Точно что в экспедиции я ему пользу мог оказать, а странствие господин, я возлюбил Сызмалу, я измещан, тятенька мой и по сейчас имеет Петейный под Подольском, так я мальчишкой, щенком белогубом убегу, бывало, на ближнее село, Дубровинцами называется, место чудеснейшее, гора, река Пахра, лес столетний, лягу на обрыве, да так и лежу весь день, смотрю, как кругом прекрасно, и такая во мне тоска, вдаль меня так и тянет, так и тянет. Немало меня тятенька порол, а охоты не выбил. Я что вам, господин, скажу, засмеялся Сергей Иванович, я от невесты убег. Как так? Очень просто. Сговорили меня с девушкой, хотя крестьянскую, но хорошего двора с зажитком. И я ей полюбился, и она мне тоже ничего показалась. После Петровок собирались свадьбу играть, только на неделе пред Петровым днем, и зайди к ним странник, пробирался от соловецких угодников к киевским чудотворцам. Как порассказал он мне про свою Путину, батюшки! Что со мною сделалось? Лег спать не могу, пред глазами золотые маковки, река большая синяя, жив быть не хочу, хочу Киев видеть. Что ж бы вы думали, господин? До утра я проворочился сбоку на бок, глаза не сомкнул, а как свет показался, я с этим самым странником взял да и ушел никому не сказавши. С тех пор и началось мое бродяжничество. Искивут меня домой этапным порядком беспаспортного. Батька со стены возже снял, учил, учил, инда со спины вся шкура слезла. Спрашиваю, а что моя Варька как же говорит, станет на тебя беспутного дожидаться, за лавошника пошла. Что ж, не судьба, значит, давай ей бог счастья. А немало надо полагать, вы видали на своем веку, привел господь. Здесь на Кавказе я всякую тропку знаю. По всем аулам у меня приятели. Еще здесь не так. А вот как Гудаур перемахну, пойду Хевским ущельем, в Гудашаури заверну, на Сионе остановлюсь, там меня, боже мой, как любят. Чудной народ, бедны, аж смотреть жалко. Земля, кроме ячменя, ничего не родит, лето нет, за дровами в капкой за 60 верст с одной орбой ездят. Гудаур перевал через большой кавказский хребет на полпути из Тифлиса во Владикавказ. Гудашаури Сион селение в Хевском ущелье. Сион с церковью XI века построено царицей Тамарой, считается селением священным. Капкой Владикавказ. Примечание Амфитеатрова. Это вы рассудите только, господин, 60 верст день, назад другой скотина мореная, у самого брюха с голодухи подтянула, потому, кроме чурека, он другой пищи по неделям не видит, а дровишек привезет охапку на четыре топки больше не осилить карманом за один покуп. Чурек, хлебная или ячменная лепешка, мацони, кислое молоко, примечание Амфитеатрова. Скудный народ, а добрый, придешь к какому из их брата, рад, чурек положит, мацони поставит, вина раздобудет, пожалуй, и барана заколет, душу заложит, а угости. Я, как всеоник мехо, охотник кунак мой, заверну, так и говорю, уговор мехо, вино твое, баран мой. Что их разорять, помилуйте? Довольно их беки душат, жирные черти из духа на них выходят. Куда же вы теперь пробираетесь? На яик хочу пройти, аккурат к осенним ловлям там буду. Вы бывали там раньше? Бывал, хороший народ, насчет табаку только строги, а то ничего, не гнушаются нашим братом, другие старобрядцы есть такие, что компанию с тобой водить водят, но все-таки за стол с тобой не сядут, а коли сядут, так свою посуду поставят. Когда же я жил у казака на Урале, то мы из одного стаканчика водку пили, но курева не любил. Чуть увидит, что курю, не то, что в горнице, а хоть во дворе на заваленке, сейчас заругается, ты, говорит, Москва, чем небо коптить, шел бы лучше в горницу, да мы бы с тобой по черпушке выпили, благословясь. Я думаю, в ваших странствиях вы имели немало приключений. То есть, как это? Ну, например, нападали на вас разбойники, дикие звери? Мало злодей на меня с оглядкой лезть должен. Вид у меня, как сами изволите заметить, серьезный, однако бывало. Давно, лет пятнадцать тому назад, в верстах в двадцати пяти от Капкая, заарканили меня ингуши, обобрали, денег на мне нашли двадцать пять копеек, рассердились. Сказывай, что ты за человек, говорю им по-татарски, известно какой, у вас бог, у меня бог, все мы его дети. Мы тебя не отпустим, на тебе сапоги хорошие, у тебя в городе деньги есть, посылай в город за деньгами, жив будешь, а не то горло резать будем. Денег у меня нет, говорю я, а горло резать ваша воля. Однако резать меня они не захотели, а выдумали такую штуку, разложили навзничь, один сел на грудь, другой на ноги, а третий настругал тонких колышков, да и ну, шашкой забивать их мне под ногти. Боль, скажу вам, нестерпимая, однако я молчал, три пальца мне разбойники испортили на левой ноге. Как же вы избавились? Из ихних один вступился. Жалко, что ли, ему стало меня. Молодой такой мальчишка, уж если, говорит, этот человек муку терпит и про деньги молчит, должно быть, и впрямих у него нет. Отпустим его, он хороший человек, по-нашему умеет, про Бога говорит. Долго спорили, однако отпустили. Только говорят, смотри, начальству на нас не доказывай. А что мне доказывать? Ступайте с Богом. Сели на конь, гикнули и уехали. Сапогов, однако, не отдали. Я колышки из-под ногтей повыдергал, пролежал ночку в кустах, чтоб нога отошла, да потихоньку на другой день поплелся дальше. В Екатеринодар мне было нужно. И вы не жаловались? Зачем же-с? Ведь их бы все равно не поймали. А если бы поймали, лучше разве стал бы мне от того, что их в тюрьму посадили? Большого вреда ведь они мне не нанесли, отца с матерью не лишили. Надо рассуждение и жалость иметь. Эти горцы народ необразованный, воздух любят, иной на воле богатырь богатырем, а в заперти его через две недели и не узнаешь. Муха крылом перешибет. Тюрьма ест ихнего брата. Я в Ставрополе арестантика одного навещал, татарина, кунак, мой хороший человек, так по глупости попал, конокрада убил. Да чем бы его как водится в балку куда-нибудь, в степь стащить, сам пошел и объявился по начальству. Так верите ли? На глазах моих и стаял. Сидит желтый, худой, одни глаза. Скучно, говорит, кунак, горы не видать, солнца нет. А подковы ломал. Ну, а звери? От зверя меня Господь хранил своим промыслом даже до чрезвычайности. Я в Ферганской области Джульбарса вот так, как вас видел. Сытый, что ли, был, прошел мимо меня в камыши через дорогу и не поглядел ни то, что не тронул. Джульбарс — это тигр? Точно так, большой зверь-с. Мне со страстей он показался с доброго быка, а ступает тихо, словно кошка. Кисточки на ушах. Как кисточки? Так. Торчат вверх беловатые пучочки волос. Мне эти кисточки очень запомнились, когда он, Джульбарс, вышел предо мной на дорогу из балки. Я обомлел, смотрю на него и не о том помышляю, что сейчас он начнет меня свежевать, а думаю, и шуши-то с кисточками, правос. Такая глупость. Испугался, известно, одурел. Скажите, пожалуйста, чем же вы живете? Да ведь я не все же без дела хожу. Вы не смотрите, что я праздный человек. Я людям собой не скучаю. На Кубани в косы нанимаюсь, на Урале на промысел становлюсь. В прошлом годе нанялся в волыне у поляка лес валить, однако не стерпел, ушел. Что так? Вы, господин, смеяться станете. Жалко сделалось. Лисищи там, господи, таких я до того и не видывал. Стволины во, прямо в мачту тиши. Макушки выше облака ходячего. На небе солнце полдень, в поле жара, а низом по лесу идешь, что твои сумерки и прохладно. Жалко стало. Плачет дерево под топором, так руки сами и опускаются. Да, впрочем, я нигде подолгу не засиживаюсь. Водка меня губит, господин. Сергей Иванович вздохнул. Вот покуда идешь, все равно, хоть бы ее и не было проклятой. А сел на место, глядь, недели через дверь засосала, ну, конечно, сразу не поддаюсь, мучусь, зверем гляжу, кабак за версту обхожу. А выпил и пошла писать недели на две, пока наг и босс не останусь. А чувствуюсь, и сейчас же станет мне противно, как это я себя срамил и характера не выдержал. Тут я поскорее в дорогу ударюсь, потому что, если останусь, непременно со стыда опять запью. Прежде я все по святым местам ходил, просил угодников избавить меня от пьяного беса, да не помогло по грехам моим. Сергей Иванович встал еще с более глубоким вздохом. Однако прощайте, господин, мне надо до вечера в Кайшауры дошагать, и то я с пути свернул. Тут в горах есть деревушка, Сапели по-ихнему, а имя ей Чквени. Заходил туда проведать приятеля, пять лет не видал хороший грузин, а в Кайшаурах другой приятель живет, тоже прекрасный человек, прощения просим, благодарствуйте за компанию. Скиталец скрылся за поворотом ущелья, а я смотрел ему вслед и думал, каких только людей не родит русская почва и в какие углы не забрасывает и не прививает их. Не любит сидеть на месте русский человек, все-то тянет его от своего места, от насиженного, теплого гнезда в неведомый край, под чуждое небо, к чужим людям, к чужедальним сторонам. И хоть бы добра ждал от нее, а то ведь сам же поет в песне «Чужедальняя сторона, полынь горькая трава». Мы создали исключительно русский тип Ивана непомнящего родства, секты бегунов и шатунов, страницы истории нашей пестрят ушкуйниками, низовая вольница, казачество, народное творчество наше страстно тоскует с царевичем Иосафом по прекрасной матери пустыни. А величайшие русские поэты провели полжизни, кто на чужбине, кто в буквальном смысле, бродя за кибиткой кочевой. Вот уж подлинно скитальцы и странники мы всей жизни. Летовица Примечание Рассказ был включен в сборники «Сон и явь», раздел в Малороссии, «Красивые сказки», раздел Малороссия, «Мифы жизни», раздел Украина. Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни», собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. Летовица в украинском фольклоре злой дух в виде падающей звезды, спускающейся на землю, принимающей человеческий образ и чарующей волшебными прелестями. Царь Микола замерял венгерца, имеется в виду буржуазно-демократическая революция 1848-49 годов в Венгрии, в подавлении которой принимали участие русские войска. Каин Авеля на вилы подымает. Согласно Библии, Каин, сын Адама и Евы, убил своего брата Авеля, совершив первое убийство на земле. Синяя ночь. Такие ночи только в Украине и бывают. Небо, точно оно живое и дышит, тихо трепещет от мерцания звезд, под ними важно плывет огромный золотой месяц, с его круглого лица падает в бездну ночи поток молочного света, и вся воздушная пропасть как будто насквозь пропиталась жидким серебром. Наплыла осенняя ночь на старую корсунь, нежит ее, лелеет и клонит ко сну. Корсунь имение графов Лопухиных в Киевской губернии, когда-то принадлежавшее Понятовским. Корсунь играла важную роль в истории Малороссии. По дикому местоположению на скалистых берегах Росси Корсунь едва ли не самое красивое местечко Киевской губернии, примечание Амфитеатрова. Корсунский замок, что еще Понятовских помнит, купает свои высокие башни в свете луны, а зубчатую Браму ворота в прохладе туманов, и его белые стены позеленели под месяцем, все равно, как и мазанные мелом хатке, там, за шумную росью, на церковной горе. Спят хатки, спит замок, спит дремучая дубрава, сад вокруг него, хмурое неподвижное море кудрявых деревьев. Остроголовые тополя стоят, как монахи на молитве, черные, строгие, величавые. Одна рось не спит, плачет и грохочет седой волной по каменным порогам. Мало ли простора на Украине? Широко разлеглись ее зеленые степи, есть где разгуляться реке, и хорошо текут они, реки степями, тихие, прозрачные, рыбные, бархатное дно, шелковые берега. Одна буйная рось поссорилась с матерью степью и ушла от нее в чертово гнездище, в каменные кручи и красные, точно казацкой кровью мытые скалы, и оттуда только выплыли они под украинскую ширью и гладью. Живет рось в гнездище и жизни своей не рада. Давит ее каменный берег, поперек горла становится ей пороги, и она грызет их и точит волнами, как острыми зубами, а сама ревет от тоски и боли, словно девка, у которой жениха взяли в солдаты. И так до тех пор, пока не осилит она гнездище, не вырвется из каторжной муки и не разольется пониже корсуни гладким и быстрым потоком. Рада розь волей простору бодро бежит между казацкими могилами и сторожевыми курганами, что насыпали на степи в незапамятные времена неведомые люди и шепчутся с ними зелеными про старые и новые дни, про татарщину, про старого хмеля, как он, батька казацкий, побил в Корсуни вражьих ляхов, про полковника Золотаренку, что спит в Корсунском храме, сраженный непростою серебряную пулей, потому что был он характерник, и не могли достать его ляхи ни свинцом, ни железом, про железняка и его колиев, про москалей и новый мирный век. Характерник, колдун, примечание амфитеатрова. Шепчет Рось, слушает ее могилы, качаются в ней изумрудными пятнами небесные звезды, дрожат по волнам красным отблеском костры на прибрежных заливных баштанах, огородах, бахчах, примечание амфитеатрова. Старый баштанник, ох, Рим, тоже слушает Рось. Стар он, господи боже, как стар. Когда француз приходил на Москву, ох, Рим уже жениться думал, да на место того угодил под красную шапку. Как-то раз приезжал в Корсунь один панок из москалей, разговаривался с дедом, про стародавние были, и насчитал ох, Риму все сто семь годов. А ничего еще, держится старик, крепкий дедусь. Мясо, конечно, у Хриму уже не по зубам, и ходит он, попирается на клюку, спина дугой, но годов на десяток еще хватит места душе в теле. Только вот сон съела старость у деда, по целым ночам он зевает, охает и ворочается в своем курине, скучно ему и боязно. Известное дело, ночью во тьме по земле ходит враг и сеет тоску, смуту и страхи, обвеет деда предутренним ветерком, заря выглянет из-за дальних могил, выкрасит господский палец в розовую краску, и что девчина в новом манисте залюбуется собою в росе. Разве, разве тогда смотрит ох Рима короткая дрема. Нынче деду повеселее, чем всегда правнук ночует у него на баштане Марко, славный хлопец, прибежал с корсу не к деду за ковунами, да и опозднился, не заметил за мовой и байками, как упали сумерки. Ковуны, арбузы, мова, байки, разговоры, россказни, примечания амфитеатрова. Не идти ж мальцу одному темную степью, где, коли верить людям, то и дело вспыхивают на могилах разными огнями свечи над скрытыми кладами, да еще бог весть, кто и лежит в этих могилах. Может быть, такие злодеи и характерники, что и земля-то их не принимает и выбрасывает каждую ночь из своих недр бродить по свету жадными упырями. Оставил дед хлопца у себя и рад. Любит старый Марку. Сказки ему рассказывать, кормить его ковунами, дынями, семечками, огурцами с медом, до тех пор, аж потом хлопца хоть веди к корсунскому фельдшеру, маэстровать марки дудки, луки и самострелы самое охочее для деда Охрима дело. Тихо. Выползли старые малые из куреня, развели костер, постелили редно и лежат. Дид под свитой, хлопец под кожухом. Охрим задумался, в огонь глядит, ворошит уголь ее клюшкой, а Марко лежит на спине, ручонки под голову, широко открыл карие очи и ищет в глубоком небе, где-то Зирочка, что ему счастье выражит. Зирочка, звездочка, примечание Амфитеатрова. Много их, много ходит вокруг месяца, и все ласково, и все улыбаются, и быстро-быстро мигают, а иная возьмет, сорвется с места, да и перекатится на другое, только никак невозможно уследить, откуда она сорвалась и куда покатилась. Ди, иду. А еще хлопче. Для чего зирки падают? Хибаш упала. Много упала, для чего? Осень скоро, Марко, для того и падают. Святые ангелы божьи лампады гасят, осенние то ночь пойдут мутные, да черные, холодные, да зябкие. Нынче тоже зябка диду, а ты кожух на себя покрепчить и не угреешься. Хоть шкулеж сварю, поешь тепло станет. Я сыт дидуню. Старик замолчал и, подняв голову, тоже уставил взор в осыпанную зелеными искрами синеву. Звезды падают, га-ха-ха, задумчиво сказал он. А кто знает, что оно такое? Разные говорят люди, чьи брешут, чьи ни. Один скажет, что это ангел летит со свечой, чтобы зажечь новую душеньку в христианстве, другой, что коль звезда упала, то значит Бог прибрал кого-нибудь с грешной земли В свой светлый рай, разное говорят. Ты, хлопче, не смотри много на звезды, нехорошо. Еще покойный батька, пером земля над ним, Учил меня, когда увидишь, ох, Рим, Что звезда падает, крестись и очи в землю. Бабач, хлопче, и звезда от звезды разниствует, да. Бабач, потому что, видишь ли, примечание Амфитеатрова. Это голод мой в писании значится, Какую звезду и впрямь ангел Божий зажигает На радость и на пользу людям, А другая хоть и светит ярко, Только кажет звездой на самом же деле И не звезда совсем, а так, проклятая летовица. Что диду? Летовица, голубь, летовица. А что оно такое? Да не к ночь сказать, не то чтобы вовсе нечисть, А недалеко от того. С рогами? И хлопче, протянул дед, с рогами бесы. А о летовице, мне москаль один говорил, Тому лет ж полсотни, Когда царь Микола замерял венгерца. Это которые с мышеловками? Так-так, хлопче, с мышеловками и всяким корабьем. Как мы их замерили, Тут они с корабьем и пошли. Так вот и говорил мне москаль о летовице, Есть такие звезды, что живут на них проклятые души. Заскучает проклятая душа, Захочет на землю, Она и покатит с неба свою звезду, Скинется девчиной или парубком И бродит в народе, По злому нраву своему, Усея грех между добрыми людьми, То и есть летовица. Диду, как же это может быть, Чтобы на звездах жили проклятые души? А подивись на месяц, хлопче, Що бачишь? Не знаю, диду. Кай навеля, На вилы подымает Марко, Брат брата убил, Вот Господь и посадил его, Бисову Виру на месяц, Чтобы люди видели его во веки веков И ужасались такого злодейства. И ты поверти разумам, Марко, Если Каину можно жить на месяце, Отчего летовицам на звездах не жить? Тому и на Литве тоже веруют. Поверье о Литовице распространено У малороссов, литовцев и карпатских славян. Примечание Амфитеатрово. Знаешь, Лопацонов, Белые колпаки, Что приходят к нам работать на заводы, Так когда мы стояли в ихней земле, То и у них я про Литовицу много слыхивал. Все жалкое такое, да сумное. Дед примолк. Еще звездочка побежала по небу, Оставляя за собой белый, быстро тающий след. Ишь, какая красавица полетела, Сказал охрим. Кому-то навстречу где-то упадет, Кого-то погубит. Отхлопчи, Сказывают люди, Что жил в старые годы на Волыне. Парабак. Звали его Дайнас. Веселый был работящий. С зарей выйдет с плугом, Новь поднимать поет. Полдень жарко, как в пекле, Другие плугори еле плетут с папашни, Согнулись, как столетние деды. А Дайнасу, Хоть бы что, Идет прямой, как осокорь, Утирает лицо рукавом И песни поет. Голос у него хлопча был Звонкий да сильный, Аж солнушку были слышны его песни. Вечером другие плугори С великой устали Норовят, Как бы поскорее на сено Да подкажух, А Дайнас танцует с девчатами И поет им думки Про чумаков, Про паношвачку, Да про молодицу, Что кочура за копейку продала. Кочур, селезнь, Примечание амфитеатрова. Добрый ты, парабак, Дайнас, Говорят ему люди, Пора бы тебе и жениться. Хе-е-е, смеется Дайнас, Моя суженая еще в колыце лежит. Колыца, колыбель, Примечание амфитеатрова. Что же ты загордился? Чем тебе наши девчаты Нехороши? Как нехороши? Хороши, Только не по сердцу. А кто ж тебе казачи по сердцу? Задумался, Дайнас, Ничего не сказал. Грустно ему стало. И что впрямь, Который он год живет на свете, Всем друг и товарищ, Со всеми девчатами, Тоже как брат родной. А нет между ними ни одной, Что пришлась бы ему по душе, Так крепко, Что не грешно с нею И под венец стать, И закон принять, И век вековать. Лег он под тополем, Вот, к примеру, сказать, Как ты сейчас лежишь, хлопче, И затянул сумную песню. Далеко пошла она по свету, И взвелась до самых звездочек, Что в ту пору по вечернему часу Уже высыпали пастись в небе, Как стадо белых ярок. Поет Дайнас, Слушают звезды, И чудится Дайнасу, Словно одна звезда, Самая светлая и большая, На всем небе, Стала ближе к нему, Растет, растет, Да вдруг как сверкнет, И пропала, Только след от нее Засветился на небе. А вместо звезды Стоит пред Дайнасом Дивчина, Такой красоты, Что и не видана На этом свете. Очи большие, синие, Как вот это небо Над нами хлопче, И блестят, как звезды. Была она простоволосая, А волосы, Ге-е-е, То были волосы, Чистое золото, Так ручьем и катились С головы до пят, Так и горели под месяцем, И вся она сияла и сверкала, Как самый дорогой Самоцветный камень, И была такая белая, Бледная и нежная, Что показалось Дайнасу, Будто она вся светится. «Кто ты?» Спросил Дайнас. «Чи не бачишь, Дивчина?» «Своей матери дочь», Сказала она, И тихий голос Ее прозвенел по степи, Как колокольчик На графской упряжке. «А для чего?» «Сюда пожаловала» «Твоих песен послушать?» «Пой, Дайнас!» «Пой поскорее, Да позвонче!» «Я из дома Ненадолгий срок отпросилась, Дом мой и далеко, и высоко!» Запел Дайнас, Слушает девица, улыбается, А у Дайнаса От ее улыбки Сердце прыгает. Кончил Дайнас песню И сказал, «Вот, девчина!» «Люди на селе Смеются надо мной, Что я не хочу жениться, А как было жениться, Когда никого не было по сердцу? Теперь же смотрю я на тебя, И думается мне, Что краше тебя уж Не найти мне никого на свете, И если бы ты пошла за меня, Не было бы счастливее меня человека. Часу нет, Как я тебя зазнал, А вот Все готов тебе отдать, Только будь моей женою. Мабуть, То чары, Но мне все равно, Потому что Очень ты мне люба. И если твой батька Не согласится Отпустить тебя В чужое село, Я даром, Что богатый хозяин, Пойду к вам Примаком. Примак, Зять, Взятый из бедной семьи В дом богатого тестя, Примечание Амфитеатрова. Девчина усмехнулась И ответила, У тебя хороший голос, Дайнас, И ты знаешь много песен. Если ты к этому Еще так же хорошо танцуешь, Как поешь, Я пойду за тебя замуж. Я веселая, И ты будешь Как раз по моему нраву. И запела она сама песню. Не слыхивал, Дайнас, Таких песен. Тяжелая, Долгая, Смутная, Она точно на медленном огне Припекала его душу, И он сам не знал, Что с ним творится. Так от этой песни Переполнилось его сердце Печалью и жалостью. Казалось ему, Что его девчина Хоть и хвалится, Что веселая, А нет ее несчастнее Никого на свете. Поет девка, А тополь над нею Чубом кивает, Что зажурившийся казак, А звезды мигают, Подумаешь, Стряхивают слезы с ресниц. Совсем зажурился, Дайнас, Но едва он повесил Чубатую голову на грудь, Девчина запела другую песню, Да такую живую, Быструю, веселую, громкую, Что у Дайнаса в ушах Зазвенела, И душа привскочила, Как спиреляку. С перепуга Примечание амфитеатрова. Летела та песня, Быстрая, как птица, Неудержимая и буйная, Как вода, Прорвавшая за пруду, Горячая и жгучая, Точно раскаленная железо В домне. Летела и била, Дайнаса, По слуху и по сердцу, Как ковали колотят Молотами по наковальне. Видел и слышал, Дайнас, Вся сонная степь Стала оживать На голос Девчины. Светляки засветили в траве И сделались большие И яркие, как звезды. Трава без ветра Качалась, как пьяная, И гудела, Как народ на сходе. Ни одной тучи Не было на небе, И зирочки перебегали на нем С места на место, Словно хлопцы, Когда играют в пятнашки. Старый тополь над головой, Чаровницы, Весь дрожал И топорщил Свои длинные ветви, Как будто Напруживал Всю их силу, Чтобы выдрать Из черной земли Свои корни змеи И пуститься в пляс Следом за Дайнасом И Дивчиной. А они-то давно Уже кружились по степи, И так что Оп-оп! Земля стонала От топота Дайнасовых подковок. Крикнул петух на селе. Ярче прежнего Засияла Дивчина И бач Дайнасэ! Она уже Не по степи Пляшет, А поднялась На локоть Над травой И реет Крылатым Мотыльком. Сейчас, Сейчас улетит! Летит! Закричал Дайнасэ! Куда? Стой! Я тебя не пущу! И прыгнул Как крысь Ухватился За одежду Дивчины И повис так. Пусти меня, Человек! Рвется Дивчина. Меня дома ждут. Мое время пришло. Моя очередь Всходить. Не пущу! Кричит Дайнасэ! Ты обещала Выйти за меня замуж. Эй, Пусти Дайнасэ! Худо будет! Не своя воля Зовет меня. Но парабок Кошкой Вцепился В Дивчину. Летает Вместе с нею Понад степью Точно ястреб С белой Учайкой. Я тебя С собой Унесу! Грозит Дивчина. Неси! Того только И хочу! Говорит Дайнас. Дурень! Ты не знаешь Кто я И где живу. Ведь я Деница Летовица. Мне все равно Пропадешь ты, Как осенняя трава. Нехай так! Что за важность пропасть, Если я без тебя И жить-то не хочу? Неси меня куда хочешь, А я тебя не выпущу. Во второй раз Пропели петухи на селе. Как крикнет Летовица, Как рванется! И разом Точно турман Взмыло В позеленевшее От рассвета небо И засияло Звездою Высоко-высоко. Он хлопчий, Посейчас Она синяокая, Мерцает там Над белыми облаками Об утреннюю пору. А дай нас, Что взвился было с нею, Оторвался от ее одежды И ударился, Как мешок озимь. Верст, Може, За тысячу От своего села Ударился, А жив остался, Даром, Что полетел Из-под самых облаков. Встал на ноги И боли не чует. Ах, казачья! Лететь бы тебе снова Следом за нею, За красавицей, Звездою-летовицей, Кабы только крылья были. Хе-е-е! Да они есть! Рванулся, дай нас, В воздух есть крылья, Малая правда, Но ведь и сам-то, Дай нас, Стал невеличек, Точь-в-точь, Как жаворнок, Ранняя пташка, Что поутру степь будет. Слышь, хлопчи, Как заливаются, Скорь солнце выглянет. Воротись, 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 Кричал дай нас, Когда поднимался кругами К своей желанной звезде, Что его зачаровала И погубила, Из человека сделала птицей, И совсем было уже Добрался он до нее, Но заря протекла Между ними красной рекой, И звезда утонула в ней И стала невидимкой. И напрасно, Дай нас с той поры И до нашего века, От утренней зари До вечерней Мечется по поднебесью, Хлопочет, Ищет звезду-летовицу. Не найти ее Не дано. Только когда усталый Упадет он на поле, В свое гнездо Под колосьями, Выплывет Та звезда На небо, И пока спит, Дай нас, Сияет ярко. Когда же он проснется, Увидит ее И полетит к ней, Загораживается от него Румяною зарей, И тает в ней, Как воск В пламени. Так-то, хлопче. Хе-хе, Да ты спишь, хлопче. И точно, Убаюканный рассказом Марко Давно спал Крепким сном, Не чувствуя Ни утренней прохлады, Ни того, Как алая зарева, Наполнившая собою Небо степь, Рось, Корсунь и баштан, Сделала и его, И деда Из смуглых хохлов Медно-красными индейцами, Не слыша даже, Как десятки жаворонков, Дайнасов Щебетали в розовой пучине неба, Высоко-высоко Кружа в нем На вечных поисках Прекрасной обманщицы, Звезды-летовицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова